Доброе утро страна. Папа, доброе утро. Мама, на тебе цветочек. Афоня, доброе утро. Еще одна. Еще. Ого, сколько их. Матик, как сорока. Всем привет. Вакуум сделала. Сейчас буду пить воду. Взяла себе стакан. Все как всегда. Воду с чайника. Немного разбавляем прохладной, чтобы было теплое. Стало вас пугать опять вакуумом. Мне кажется, он такой иногда пугающий. Так что сейчас пьем воду. Начинаем готовить завтрак нам с Гришкой. У нас есть два помидора, поэтому мы решили, что у нас сегодня будет яичница с помидорами и тосты. Вот крупным планом наш вкусный завтрак. Яичница перемешанная с помидорами, тосты сделала, Гришки чай, себе кофе с молоком. Все, будем завтракать. Всем приятного аппетита. Ну что, мы позавтракали. Я уже заправила кровати, заложила посудомойку и стиралку. Это, по-моему, две самые главные мои помощницы. И сейчас буду приводить себя в порядок. Нам сегодня на день рождения еще идти. Вернее, сегодня такой день, когда два дня рождения. Дети уже с утра всех поздравили. Сегодня у Сереги день рождения и у Любови. Вот. Так что сегодня поедем к Любе, а завтра к Сереге. Ну, Серегу в любом случае еще сегодня поздравим, заедем, потому что подарки еще никто не отменял. Потом вечером на ужин к Любе, а потом завтра к Сереге в два часа. Ну что, начинаем становиться красивыми. Ну что, всем привет. Осталось только одеться и все. Как вам? Так лучше? Помыла голову. Как вам, кстати, окрашивание? Нравится? Нет? Первые дни меня вообще мужа залашил. Ну вот, сразу, когда я меня увидела, он меня залашил, хотя Оксана мне говорит, ты напиши, что тебе скажет муж. Он у меня реально так лоханул, что я даже ничего не стала ей писать. И только позавчера сказал мне, что нравится ему, когда есть какие-то светлые оттенки на моей голове. Вот. В общем, вот так пошла одеваться и буду готовить обед. Приготовила обед, если честно, очень быстро. Да, Гриша? Здесь у меня... Как это называется? Вермишель. Да. Обжаренная вермишель с луком, с помидорчиками и с зеленью. Немного чеснока. Мяса нет. Папа не захотел вчера доставать. Я ему говорю, достань мясо. Он мне говорит, давай что-нибудь без мяса. Попробуй. Она прям очень вкусная получилась. Просто я помню, в детстве мама нам всегда жарила вермишель на сковородке. Было прям вкусно. Тебе нравится? Угу. Ну я без соли немного соевого соуса добавила. Вот что без мяса. Так, и что, тебе накладывать уже? Будешь? Да нет. Не надо. С Гришкой я включила монтировать видео. А Гриша, вчера мы получили газету. Пока ехали, везли его в школу. Он там отгадывал скангварды. Два слова. Два слова отгадал. Ну вот, в газетке. Мама, ну мне, вот это там был вопрос. Включи свет. Мама, там был вопрос, это китайские автомобили. Я сначала думала, что это Хёнда. Ты не знаешь, что сказать? Не знаю. Я не помню, что это. А тут теперь Гришка говорит мне, распечатай мне сканворды. И мы вот распечатали одни и вот еще одни. Будем сейчас отгадывать, пока вот эти покрупнее. Так, вот еще распечатываю для Гришки сканворд. Нашла. Сейчас еще поищу что-то в интернете, подходящее нам. Вот так вот. Сейчас вот это, наверное, тоже. Буду распечатывать ему. Раз интересно ребенку. Наш принтер. Он же такой старенький. Мы с Ерженей, когда только начали жить вместе, то есть ему уже больше 10 лет. И сразу же его купили. Это, наверное, была наша первая покупка. Я даже не помню, но вот одна из первых покупок. И до сих пор он работает. Гриш, я нашла. Григорий сегодня проехал впереди. Пока я ехала, я тебе все наклейки накрыла. Молодец. Я что заметила? Я заметила. Все, бери давай портфель. Да нет. Без портфеля пойдешь? Гриш, давай, не рвируй. О, привет. Да мы не видели вам. Не говори. Все, пока. Пока. Вот такой вот взрослый мальчик. Я уже дома отвезла Гришку. Заехала, сейчас накупила всякой гадости. Сейчас вам все это покажу. Так, в конце я уже заехала, купила бумагу для упаковки. Букета. У меня сегодня будет вкусный букет для Сереги. Ему 13. Когда тебе 13, то ты уже не любишь тетеверные пряники. Ну, вернее, ты их любишь, конечно, но еще больше ты любишь колу. Так, дали карточку, опять с пятерочки. Дети с ней играют. Так, что ты еще любишь степки. Вот, взяла 4 штуки для букета. Так, одна пепси. В общем, у меня такой будет букет. С тремя бутылками молоко. Это уже себе взяла. Клубнику взяла для начинки. Сегодня у меня еще будут капкейки с клубничкой. Так, для букета что еще? Кола еще одна. Киткат. Еще киткат и сникерсы. Еще один степ. А это для капкейков, для крема. В общем, будут у меня сегодня капкейки, потому что нам клюби на день рождения. И вкусный букет. Зайдем поздравить Серегу. А мальчишки завтра пойдут на обед. Два часа. В общем, у Сереги будет вечеринка. Начинаем сначала с капкейков. Что это у меня? Клубничка. Просто в сотейнике. Сразу замороженная. Сейчас она немного здесь оттает. И будем, знаете, что делать? Ее блендером взбивать. Смотрите, вот у меня такая вот уже размягченная клубника. Я сейчас ее забью блендером. А потом поставлю опять прогреваться. И здесь у меня сахар и пектин. Обычный яблочный пектин. Вот пектин яблочный в пятерочке. Я его покупала. Пакет уже выкинула. А, нет. Я пол пакета добавила. Ну, в общем, чтобы вы понимали. Просто обычный яблочный пектин. Пол пакетика. И сахара на глаз. И все это буду смешивать. Обязательно нужно сахар смешать с пектином. Чтобы пектин не стал комками. Вот потом во всем этом таком клубничном джеме. Сейчас все это блендером разомну. Все, ура. Все получилось. Все такое однородное. Вот этот клубничный. Как они там его называют? Конфитюр. Что-то там еще. В общем, что-то клубничное. Не знаю, как это называется. Там у кондитеров очень заумное и интересное название. Так, сейчас найду в интернете капкейки, рецепт капкейков, маффинов, что-то похожего, кексиков. И буду готовить. Потом, когда все это будет, пока это все будет остывать, и вот эта начинка, и сами капкейки, то я буду собирать букет. Вот, чтобы уже подготовиться к вечеру наверняка. Так, смотрите, рецепт капкейков нашла просто в интернете, на ютюбе. Просто из тех продуктов, чтобы не подходили, которые мне были. Потому что там куча очень классных рецептов, но продуктов у меня не было. Здесь сливочное масло, яйца, мука, разрыхлитель. У меня его тоже не оказалось почему-то, поэтому сода у меня. Что еще? Здесь молоко, ванилин и все, по-моему. Да, поэтому сейчас это все отправляется в духовку. И будем ждать, пока сделаю крем. Смотрите, собрала серым букет. Вот такой вот красивый. Сейчас надо его взять одной рукой, трудно, он тяжеленький. Вот такой вот красавчик, тяжелый. Но ничего не выпадает, все отлично держится. Все на шпажках, на скотче. Все как во всех букетах. Вот такой вот тяжелый, качаю себе руку. Букет для серого. Классный? Пока делала букет, разговаривала с Олей. Оль, тебе привет, я знаю, ты меня смотришь. Класс. Так, а вот и капкейки для Любови. Просто обычные с клубничной начинкой. Сверху крем-чиз. Так, все готово. Так ты поедешь на волейбол еще? Так, я что хотела сказать? Это мне? Нет, это я Сереги. Ну как тебе, Гриш? Да норм. Нравится? А это Любови. Все, сейчас одеваемся и едем на день рождения. Давай. С днем рождения! С днем рождения! Поздравляем, Серый! Заходите в дом. Ну как тебе наш подарок? Заходите в дом. Ты вышел за компотом? Заходите в дом. Что ты мне покажешь? Что это за компотом? Давай, пошли. Торт пошли смотреть. Мы купили! Вот. И картошку купили заказать. И все на ее картошку купили. Торти купили. Ролы заказали, да? Пошли Сережу фотографировать с букетом. Поздравляем серого. Серый, теперь пошли же на фотосессию. Сережа-то, я-то думаю, что, знаешь, на карточку не прокатит. Дарить подарки. Привет! Привет! Это так не работает. Да, пошли. Да я тебе могу фотку прислать. Хочешь? Ты сам сфоткаешь? Давай, Серый. А я сейчас сфоткаю. Кого? Сейчас Серый сфоткаю. Нет, подожди. Сейчас Сережа еще для Инстаграма сфоткает. Вот так вот, смотри. Вот так вот, Серый. Владимир. Отходи от Света, от Света. Кто ты хочешь? Иди, бери. Такой красивый можно выиграть? Нельзя! Нельзя, Владимир. Да, бежим. Коленька. Вот Коленька, посадили. Все, будем сейчас ужинать. Папа! Компота тебе налить? Нет, я водитель. Ох ты, водохлебка. Сейчас, сейчас. Мы уже дома. Приехали домой. Ну как вы там поиграли? Идите теперь, ядову, Сережа с колбасой. Ты тоже с колбасой? Мама, мир меняется. Молодой человек, у тебя как дела? Вода, плоды, шоколад. Да? Угу. Тоха тут сделала из крема. С Гришей. Да, это с Гришей. Я вот это и вот идеально ровный столбик это сделал я. Да. Спокойной ночи, мои кролики. Спокойной ночи. Все, я вас люблю. Давайте поцелуемся. Я что хотела сказать, что мы идем спать, но у меня тут такая радостная новость. Сейчас проверила электронку, что все, мне нужно оплачивать госпошлину на загранпаспорт и ехать предъявлять оригиналы в МВД чего-то там. Вторник, среда, пятница с девяти до часу. Поэтому поеду, оплачу и я так рада. Не знаю, к чему это приведет, но я уверена, что первый шаг должен был каким-то путешествием за границу это сделать загранпаспорт. Вот получается мне 1400 плюс 150 фотографий, 1550 на 5 лет, детям по 700 рублей плюс 150 фотографий. Получится детям по 850 рублей. В общем, круто. Я считаю, это очень даже неплохо. Но это только при условии через госуслуги, при подаче именно электронного заявления. Но все удобно. Просто мне, если честно, что не понравилось, что они сразу не проверяют все заявление и не указывают сразу на все ошибки. У нас, получается, было 3 или 4 ошибки. Я их все исправила. То есть они нашли одну ошибку, прислали мне заявление, я исправила этот пункт. На следующий день они присылают другую ошибку, но заявление, получается, проверяли каждый день. То есть сегодня я им отправила, завтра они мне присылают ответ. Подходит там, либо нужно что-то исправить. В общем, получается, что я вот так вот все это делала со вторника, да? Во вторник я сходила. Со вторника, вот сегодня пятница. Заявление приняли, можно оплачивать и приезжать с понедельника предъявлять оригиналы и ксерокопии. Все. Всем спокойной ночи. Я счастливая, довольная, иду спать. Пока!